Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Розы – истинное украшение любого сада. Царица сада – такое красивое растение в таком огромном ассортименте, с такими колоссальными возможностями для озеленения. Однократно и многократно цветущие, очень низкие, очень высокие, плетистые, флорибунда, парковые, на штамбе, каких только нет. Любой подберет себе розу по вкусу. Однако же и у современных, и у старинных сортов роз имеется большая проблема – это пятнистости. Пятнистости на листьях имеют различное происхождение, но чаще всего являются результатом действия различных грибных патогенов. Возникновению пятнистости способствует излишне влажная и слишком сухая погода. Резкие поливы, которые сменяют засуху. Перекорм удобрениями, в первую очередь азотными, а также недостаток, комплексный недостаток различных элементов питания. Своевременный полив, своевременные подкормки, разреженность посадок, обрезка роз, для того, чтобы продувались как следует посадки, там не накапливалась капельно-жидкая влага. Профилактические различные обработки являются факторами, которые существенно снижают повреждения роз пятнистостями. Однако среди пятнистостей есть одна наиболее коварная, на которую не действуют ни подкормки, ни поливы, ни разреженность посадок, их продувание. И зачастую на нее не действуют никакие защитные мероприятия с помощью фунгицидных препаратов. Между прочим, рецепт, как усилить действие фунгицидных препаратов и как повысить чувствительность патогенов к фунгицидным препаратам, смотрите на канале Процветок. Этот оригинальный, абсолютно натуральный рецепт, надеюсь, вас вдохновит на борьбу, безопасную борьбу, в том числе с этим заболеванием. Заболевание это называется марсония. Наверное, каждому розоводу, каждый, кто выращивал розы, у каждого есть опыт борьбы с этим заболеванием. Проявляется оно, как черные пятна на листьях. Листики постепенно желтеют, листочки отваливаются, листья опадают, и к середине лета кусты могут полностью утратить листья из-за этого заболевания. Марсония накапливается в почве, длительное время там сохраняется, и побороть ее очень и очень сложно. Однако же есть рецепт, который очень эффективно предотвращает развитие марсонии. Он поможет как здоровым кустам, так и уже заболевшим, и не позволит дальше распространяться этому заболеванию. Тем рецептом, с которым я с вами сейчас поделюсь, необходимо работать по розам, по здоровым розам, по шиповникам и по заболевшим растениям. Не лишний его применить также для смородины, яблони, груши, множества других садовых и огородных растений, потому что для здоровья этот состав совершенно безопасен. Итак, пойдемте готовить. Итак, для приготовления моего авторского состава с фитостимулирующим эффектом, который может побороть даже марсонию на розах, понадобится всего лишь навсего 25 миллилитров салициловой кислоты 2% раствора, и не путайте с аспирином, с ацетилсалициловой кислотой. И понадобится еще столовая ложечка нашатырного спирта. На 5 литров воды вы, пожалуйста, предварительно только растворяйте не сразу в 5 литрах, а вот в небольшом количестве воды, но у меня чуть больше, чем пол-литра. Здесь теплой воды, нагретой примерно до 40-45 градусов. Вот нам нужно растворить там 25 миллилитров вот этого спиртового раствора салициловой кислоты, продается в каждой аптеке. Растворяем. Но салициловая кислота выпадает в осадок, к сожалению, она очень плохо растворяется, поэтому мы добавляем туда столовую ложечку аммиака в виде 10-процентного раствора, который называется нашатырный спирт. Если у вас концентрация аммиака выше, значит, вы можете парциально уменьшить. Если у вас 30-процентный раствор, значит, вы 1 треть столовой ложки туда вносите и как следует растворяете. Вот этот раствор рассчитан на 5 литров воды. После этого вы этим раствором обрабатываете равномерно розы и можете быть уверены, что марсония на них не нападет. Это очень мощный фитостимулятор, это очень мощный стимулятор иммунитета растений. Он также подходит для обработки дельфиниумов, флоксов против мучнистой росы. Он также подходит для обработки смородины и крыжовника против мучнистой росы. Он также подходит для обработки буквально всех растений с целью укрепить их иммунитет и не дать патогену туда внедриться. Надо еще раз отметить, что вот этот состав наиболее эффективен тогда, когда болезнь еще не пришла, но в то же время он вполне способен приостановить течение этой болезни, а также усилить действие тех защитных препаратов, фунгицидов, которые вы используете. Обязательно используйте этот состав на томатах и перцах и баклажанах, но на томатах, которые, пожалуй, больше всего подвержены и огурцы, кстати, тоже различным заболеваниям, используйте этот состав. Вот приезжайте на дачу раз в неделю, обработайте. Если вы каждый день, если вы дома у себя растите, раз в 7-10 дней обработайте все свои растения, которые наиболее подвержены заболеваниям этим препаратом. С учетом того, что он абсолютно безвреден для здоровья человека, вы можете обрабатывать им прямо по уже плодам, которые там на завтра будете снимать. Ну, конечно, помыть надо, но даже если остаток останется, это абсолютно безопасно. Что ж, желаю здоровья вам, вашим растениям, чтобы никто не болел. Все росли здоровые, крепкие и счастливые. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok